здравствуйте уважаемые читатели моего телеграм-канала и уважаемые зрители моего youtube канала и подписчики а ввиду того что поступило очень много вопросов там же перевалило за 300 я не думаю что после 20 августа мне удастся за один час за два часа уложиться в ответы на все вопросы после первого эфира который был любезен любезно создан господином иваном черниговым кстати платформа вопросов я хочу ему сказать спасибо опять же любезно созданы и предложены господина иваном черниговым благодаря которой вы можете писать вопросы прошлой прошлой прямой трансляции было очень много значит недовольствием что к сожалению вопросы многие вопросы наши подписчики зрители так скажем были не озвучены в их понимании я сейчас просто решил буквально перечитывать каждый вопрос и буквально отвечать на каждый персональный вопрос без того чтобы делать какой-то выбор синтез и так далее поэтому давайте мы с вами сейчас начнем и постараемся на них ответить то что пишите здесь чате к моему большому сожалению а во первых чат быстро двигается я не успею все посмотреть и ответить возможно это ставим на следующий какой-нибудь значит эфир то что вопросы будут чате а сейчас мы постараемся то что было у нас на платформе итак мы с вами начинаем значит у нас сегодня по времени посмотрим сколько нам youtube даст время сколько вопросов уложимся столько и будем мы отвечать значит я буду читать вопросы из какой страны а имя подписчика на естественно его вопрос у нас вопрос идет первый виктория днепр фикрет как вы относитесь проекту новый иерусалим будет ли он на территории украины и еще если нас хотят усадить за стол переговоров что мешает и в принципе для чего эти переговоры россии нужны например ну во первых значит отвечая на ваш вопрос я хотел сказать что в прошлый раз прошлом прямом эфире по поводу проекта новой хазари небесный иерусалим новый иерусалим я ответил снова повторюсь да этот проект есть насколько он реален насколько он будет так скажем применен или использован мне трудно ответить почему потому что вопрос о разделе украины если он будет то там естественно тут будут должны быть новые образования которые должны территорию определенные стратегические территории кем-то контролироваться с кем нужно договариваться или давать право на управление этим территориям то есть если принципе существует нужно что нужно создавать новые хазарию небесный иерусалим не знаю новый хаббат то так это и будет а то что эти проекты есть таких много мы должен тоже дома на кухне сидим проектируем что поедем летом отдыхать в какую-то страну это не означает что она будет поэтому к этим вещам я считаю что нужно относиться с точки зрения знаний познания что будет охватывать какие территории будет охватывать что они хотят что они будут создавать с этой точки зрения да я думаю что нужно знать но если исходить из того будет ли это это принимается на уровне будущем значит между китаем и соединенным штатами америки под названием новый раздел мира или нового переформатирования структур управления миром значит тут написали балет на территории то есть я так понял что это будет ли он на территории повторюсь я не знаю но это будет рассматриваться при разделе значит земного шара между китаем и значит соединенными штатами а значит если вас хотят усадить за стол переговоров что мешает ну наверное мешает очень простая вещь когда за 100 переговоров усаживаются правило определяется или победителем или а если это перемирие то нам обычно бывает за счет слабого в данном случае украина слабая сторона или в данном случае на территории украины находятся российские войска то есть она пока мы говорим о том что есть она считается проигравший потому что на ее территории другие войска другого государства вашему правительству это мешает сесть и принять ту реальность на земле где вы должны юридически или промежуточно как-то согласен согласиться или согласовать значит не под контроль с этих территорий уже центральной власти украины это первое второе какие условия будут ведь война же началась не просто что я хочу территории там были условия по определенным внешнеполитическим будущим действиям самой украины то есть вторая часть это заключается в том что привести к состоянию когда украина будет не самостоятельно в принятии решений принятие решений вот например по итогам второй мировой войны германия не могла иметь определенные виды войска войск и определенное количество войск сейчас она принципе потихоньку нарушает это соглашение она не могла иметь достаточно серьезные виды войск поэтому такая же ситуация и ждет украину когда придут к пока перемирию а в дальнейшем значит к войне россии эти переговоры не нужны вы заблуждаетесь россия просто хочет узаконить то что она считает своим в рамках своей национальной безопасности хотя россия империя и территории на пих прихватизирует это логика этой страны и здесь обижаться на нее что она хорошая или плохая не нужно там живут граждане там живут люди которым тоже далее эту идеологию что если мы не будем захватывать какие-то тюжи и территории создавать понтонные зоны безопасности тампонные зоны безопасности где мы не поставим не поставим те ракеты тех солдат те танки то на нас обязательно нато нападет их тоже накачивают идеологии поэтому к сожалению человечество на нынешнем этапе находится в состоянии когда властной элиты ради наживы ради получения прибыли потому что украинские территории это еще экономическая прибыль это не просто территории для того чтобы получать и в том числе экономические преференции то я думаю что простой народ по обе стороны фронта по 4 стороны фронта он всегда остается исполнителем капризов аристократии богатеев ну и конечно тех политических я их называю шулерами которых выдвинула например на политическую сцену договорняк элит разных стран у нас александр полтава каковы на ваш взгляд перспективы человечество на ближайшие 100 лет насколько мы продвинемся в космосе сохранят ли государство сохраняться ли государства в том или ином виде как они есть но насколько 100 лет продвинуться в космосе я честно говоря не знаком с закрытыми секретными протоколами как нас это китайской авиационной и космической промышленности но по тем месседжем которые они дают мне ощущение что они уже создали лаборатории для испытаний типа как закрытые городки я не помню художественный фильм с арнольдом шварценеггером на другой планете там стеклянный вот кислород качают и так далее у меня ощущение что в таком амплуа уже практически работы на тех планетах куда летают или куда озвучивать нам что летают значит космические ракеты эти эксперименты проводятся к сожалению я не могу сказать о значит без наличия информации о этих секретных проектов я не могу ничего подсказать но то что освоение космоса является одним из краеугольник камней новой политики двадцать первого века национальных и лет и в том числе при разделе мира главным направлением является там четыре пункта одним из них это конечно космический программ сохраняться ли государства в том виде как и они есть абсолютно нет и этот процесс распада или изменение границ мы с вами начнем увидеть с 27 28 года в европе а потом естественно также и это будет как вам сказать на востоке и даже в азии откуда мы будем черпать энергию ну сейчас нам же продвигают эту идею там не знаю альтернативное солнце альтернативная не знаю гидроэнергетика и так далее и так далее я думаю что в этом плане они разрабатывают очень серьезные проекты например заявление господина байдена о том что они нам закроют солнце для получения электроэнергии то мы должны в интернете есть можно посмотреть программу великобритании которая давно началась о том чтобы создать специальные так скажем не знаю зеркала или что-то такое которые будут принимать солнечную энергию и перерабатывать ее в энергию то есть она готова на это выделить первоначально она выделила 3 миллиарда евро но насколько я знаю ты слушал лекции значит специалистов в энергетике пока сумма озвучена 250 миллиардов долларов они готовы в это вкладывать для обеспечения значит энергонезависимости и в том числе энергодоминанта когда она может получать технологию и получает энергию естественно она будет определять правила для всех остальных государств так иварс юрмала латвия с интересом слушаю ваши выступления можете ли прокомментировать перспективы стран балтии возможно ли союз украины польши и наших стран но балтия опять повторюсь все что сейчас происходит поверьте любой регион европы любой регион значит америки так далее мы можем начинать с чего просто нужно возвращаться на 100 лет назад и посмотреть что у нас было и что у нас потом произошло и к чему мы снова возвращаемся что касается стран балтии там очень такая неординарная история потому что к сожалению много дураков 21 веке вспоминают что когда-то был не знаю геракл владельцем какой-то земли сейчас 21 веке люди настроены на развитие на спокойствие на счастье на созидание на семью или или даже если определенные регионы мира просто на выживание поэтому вспоминать где правил геракл сейчас уже мало кого интересует что возможно ли союз союз украины больше наших стран я честно говоря по поводу о польше не могу сказать потому что ее ждут будущие потрясения они связаны с германией и в какой форме польша останется мне очень трудно судить но если вы говорите о союзе вообще-то союз разных стран разных народов национальностей это та программа которым идут новые мироуправители это единый стандарт денег электронные деньги единые стандарты передвижения единые стандарты условий проживания на земле и так далее в какой форме не нам его спроектируют очень трудно понять логику их мыслей но по тем лекалом очень гуманистичным и значит продвигаемым социальных сетях у него есть обратное зеркало к сожалению она я не могу сказать что все положительно то есть отрицательные стороны я мало верю целенаправленный союз украины польши и прибалтики возможно ли избежать войны с россией да возможно но это решают страны прибалтики больше или другие это решаться будет снова повторюсь при разделе мира между китаями и соединенным штатами америки и естественно вторично это при согласовании новой формы значит управление земным шаром то есть правило но например расширение совета безопасности там должны быть представители африки азии представители мусульманских государств эти вопросы ведутся они я думаю что по многим вопросам уже согласовали единственная проблема не согласованная это право вето то есть и американцы и китайцы и французы и русские они не хотят отказываться от права вето другие люди которые хотят участвовать мир управления земного шара это люди это государство второго уровня они не согласны на том что у этих вы избранных или исключительных есть право вето я думаю что это последние так скажем камень преткновения которые будут они в дальнейшем решать какими как видите будущее европы в целом к сожалению европа в целом должна пройти через достаточно трудные испытания через разрушение тех условностей благопорядка или демократии которые они себе придумали или навязали я это так называю потому что невозможно построить пустыне оазис и находясь на караванных путях еще и думать о том что ты будешь жить хорошо спокойно и ты будешь считать себя вип народом и устанавливать какие-то правила до европа к этому шла она создала самодостаточную экономику она создала стандарты своего прогресса и развития она создала определенные свои значит внешнеполитические доктрины но если мы возьмем о лидерах европы положим франция так это колониальная политика поэтому европейские страны или лидеры европейских стран за свой колониализм сейчас будут расплачиваться а это в первую очередь возвращение в эти территории мигрантов это изменение так скажем расового кадастра населения европы и в осистве своем это естественно приведет в дальнейшем и к определенной форме или структуры изменения я ее называю будет европейский халифат сергей киев раскройте пожалуйста что конкретно означает эрдоганом передачи эрдоганом бойцов азова с чего и что с этого начинается с этого начинается включение частных военных компаний и история частных военных компаний в украинской политике на моем youtube канале вы можете посмотреть об организациях которые контролируют или нанимают солдат удачи то есть частной военной компании и там есть естественно посвящено и немного значит бойцам азова мы до сих пор не знаем оплачивал ли это коломойский своего кармана или это все-таки были деньги значит транснациональной трастовой компании вангярд но возвращение бойцов азова что для меня было знаковым пониманием к чему идет украина то есть к перемедию к созданию из вернувших с фронтов или большого количества солдат украинских который имеет боевой опыт которым сейчас платят приблизительно 3000 3000 долларов также будут платить 3000 может быть даже 3500 но будет теперь нанимать в частной военной компании для управления территорией украина я имею ввиду заход сюда компания blackrock стоит евангерд то есть децентрализация украины добрый день уважаемый фигри спасибо тогда за аналитику это у нас пишет и на киев спасибо вам огромное за аналитику очень интересно читать особенно слушать хотелось бы слушать вас по поводу узбекистана и вообще средней азии какова вероятность там военных действий спасибо ну если исходить из понимания что будет с узбекистана узбекистан центральная стратегическая площадка для проникновения на территорию центральной азии и самое главное проекте большой афганистан где ключевую роль или так скажем из пяти углов этого проекта одну и важную так скажем площадку будет занимать узбекистан узбекистан вы сейчас видите вкачивается большое но очень большое количество денег узбекистан сейчас стабильно развивается естественно к этому происходит это приводит к резкой значит диспропорции в доходах между населением узбекистана и новыми олигархами то есть узбекистан пришел большой капитализм и учитывая это они будут вытягивать и создавать мини дубай на территории узбекистана и будут всячески оберегать и сохранять значит стабильность в регионе для того чтобы понимать понимает ли узбекское правительство эту эти вызовы да именно поэтому было посвящено внеочередное неочередные президентские выборы президенту узбекистана где было по конституции изменено что президент будет теперь условно говоря чуть ли не на семь лет это говорит о том что и руководство узбекистана понимает что происходит поэтому она заложила основу участия в этом проекте своей элиты через переизбирание президента и в линейне сроков его правления то есть они готовы к этой ситуации и здесь узбекистан активно сотрудничать с властями афганистана с талибаном в экономическом плане в развитии логистики естественно очень большое присутствие узбекских компаний на территории афганистана нужно учитывать что на территории афганистана также живет большая узбекская диаспора или диаспора узбеков и это диаспора результат той политики которую описали на востоке и в афганистане в частности англосаксы уходя из этой из этой страны когда по принципу немного оставляли узбеков в афганистане туркменов казахов киргизов таджиков разделяя один и тот же народ посередине для того чтобы управлять и афганистана и управлять центральной азией в частности какова вероятность там военных действий в узбекистане они не ожидаются благо узбекистан встраивается программу на то через азербайджан и совместное сотрудничество военное где узбекские офицеры и специалисты спецназа обучаются в азербайджанских военных академиях построенных по турецке то есть под под натовские стандарты происходит совместное военное учение то есть узбекистан тоже шаг за шагом становится военным партнером западной коалиции и туда нужно получить допуск и через азербайджан и турцию узбекистан получил согласие запада туда допуск она к этому готовится узбекская армия одна из сильнейших если не единственная самая сильная армия в центральной азии поэтому вероятность военных действий в узбекистане не ожидается а в казахстане или через казахстан давлять давить на россию и на китай она имеет высокую вероятность но последние последние полтора два месяца политически грамотные шаги руководства казахстанов потихоньку снижают этот накал действий но мне очень трудно сказать какова будет степень развития потому что именно казахстан является стратегической целью децентрализации как россии то есть один из подбрюшев децентрализация россии и естественно создание украина дубль два против китая на территории центральной азии любовь уважаемый секрет подскажите буду прав под управление ватикана в европе останется только франция почему и ватикан не дает от по отпор захвата европы но на эти вопросы я отвечал снова повторюсь под управлением ватикана вообще в принципе мы говорим когда европе вообще европы это европейский союз это союз монархий европейских монархий королевских монархий которые естественно исторически имеет свою длинную историю принимали верховенство значит ватикана и ватикан имел право вмешиваться во их внутренние дела если даже помню по художественным фильмам или книгам вплоть до бракосочетания королевских кровей то есть она благословляла поэтому в европе франция почему исключительно избрана дело в том что единственная страна в европе которая имеет ядерное оружие которая является членом совета безопасности он с правом вето и потому что она имела сейчас уже практически их нет достаточно много своих колоний в африке и на востоке то есть африка французскими колониями или влиянием франции считаются сирия иран как проекты ватикана но естественно африканские колонии что будет с ними я не знаю но я говорил на ваших каналах снова повторюсь значит 2027 28 год мы увидим это не точно но я политически называю этот термин мы увидим независимость корсики это условно децентрализация европы и из всех экономических военно-стратегических новых планов в новом миропорядке для англосаксов фракции франции нету ее исключили понимаете почему ватикан не дает отпор захвату европы так у нее нет ресурсов для того чтобы дать отпор захвату европы нужно иметь ресурсы что это такое бесплатное украинское зерно я имею бесплатно но по сравнению с другими не датируется она дешевая бесплатная значит энергоресурсы россии их тоже у них нету естественно стабильность в европе которые пичкают мигрантами я говорю мигрантами не с точки зрения что это плохо а с точки зрения что их много и европа к сожалению и в том числе франция она создает достаточно взрывоопасную ситуацию например несколько лет назад зимур когда выдвигал свою кандидатуру на пост президента то он требовал вообще выгнать из страны всех значит выходцев африки и мусульман он требовал вообще принципе как это говорится взять под нога что ли все мечети что сделал потом дальнейшем значит макрон вы видите что кандидатами в президенты во франции все больше и больше становятся националисты значит мари лепен зимур мы еще не знаем что ожидает двадцать четвертом году год выборов и во франции поэтому как только страну приходит национализм будьте убеждены что ее приготовили на заклане или на раздел как только вы увидите что во франции победил какой-то представитель националистической партии это означает мир управители вводят страну в гражданскую войну почему с франция нельзя поступать как с другими странами она имеет ядерное оружие и к счастью она отказалась от ядерного оружия то есть на суше все ее ядерное оружие на военных кораблях и подводных лодках то есть здесь решить вопрос с контролем ядерного оружия или принципе забрать его у франции он решается достаточно легкий роман некрасов санкт-петербург уважаемый фикрет когда по вашему мнению распался советский союз не считаете ли вы события девяносто первого года полу распадом интересах прибавтики да я с вами абсолютно согласен что во первых советский союз распался с приходом к власти значит после брежнева любого руководителя я почти не помню устинов черненко антропов потом горбачев горбачев просто довел это до конца я считаю что распад начался после смерти брежнева девяносто первый год абсолютно верно он является полу распадом но я не думаю что он в интересах прибалтики он в интересах миров правителей главными миров правителями или врагами так скажем советского союза советский союз как проект ватикана также как и китай я имею ввиду идеологически были англосаксы и главными заказчиками что ли вот так скажем или интересантами были англосаксы это было в их интересах сергей киев раскруйте пожалуйста точнее ваше высказание вам не дадут не проиграть не победить ведь потеря людей территории экономики разрушения страны так сейчас посмотрю страны нельзя же никак нельзя же никак обозначить как не проиграли да вы абсолютно правы значит сергей вы абсолютно правы ведь идет же взаимное истощение как россии так украины естественно если говорит стратегически вы проиграли но например заводы фабрики вы можете восстановить даже если это будет трудно даже если через десять лет но людей которые вы потеряли вы их не восстановить не возместите что касается территории экономики я думаю что необходимо посмотреть на это немножко с другой стороны после карабахской войны когда армяне были изгнаны с оккупированных территорий вы можете посмотреть что они после себя оставить то есть это называется хиросима 2 тогда вот нужно вспомнить какие территории захватила россия в каком они были состоянии для украины для украинцев я понимаю что это ваш дом это ваша земля это ваша родина но люди которые форматируют мир у них другие мирила у них нет тех моральных аспектов о которых вы говорите поэтому я думаю что здесь вопрос стоит о стратегическом нанесении удара или урона по славянам значимым понимание по славянской нации или народу вот я думаю что еще вторым фактором это нанесение удара по православию со стороны ватикана вот два фактора благодаря которым вам не дадут не выиграть не проиграть но взаимно уничтожать и взаимно ослаблять друг друга эта игра в долгую лилия коростень доброго дня роль украины в мире мы уже приблизительно поняли ничего хорошего ждать не приходится меня интересует роль мировой политики будущей белоруссии она она уже сыграла свою роль но если честно уважаемые лили про белоруссию мне трудно сказать почему потому что я вам просто буду рассказывать логику мирового правителя то что я вам рассказываю это знание это не моя позиция у меня нет позиции пророссийской по украинской я с вами делюсь знаниями или ретранслирую знания которые я слышал читал или присутствовал на каких-то конференциях так вот ретранслирую в понимании в понимании мирового правителя они считают что вообще украина это лоскутные государства других империй то есть если мы сейчас будем возвращать управление территориями опять тех же империй например австро-венгрии значит тогда нужно отдать карпату мадьяров венграм если мы будем говорить предположим о великой молдавской румынской скажем империи под протекторатом франции то ей нужно вернуть я забыл как город в украине на который они претендуют эту территорию по моему черновцы называется вот и то же самое с белоруссией в их понимании белоруссии то вас лоскутные государства состряпана из разных территорий разных народов то нужно это переформулировать это их понимает что будет мне очень трудно сказать но я повторюсь я уже говорил моем понимании белорус самый миролюбивый самый терпеливый народ и к сожалению вся тяжесть вся тяжесть мирораздела если украинцы воюют и сопротивляются то вся тяжесть по умолчанию на также ляжет на плечи белорусского народа и в том числе белорусского государства уважаемый фигрет это у нас роман некрасов санкт-петербург кто на ваш взгляд был конечным бенефицаром введения к вида и почему такие страны как сша леди подкови подковидную повестку но давайте я немножко условно скажу потому что ютуба свои правила и если сейчас мы будем говорить об этом открыто поверьте они закроют не только нашу прямую трансляцию они заблокируют вообще мой youtube и все что со мной связано я не могу сказать что сша легли подковидную повестку потому что всю эту так скажем все что происходило оно происходило людьми или организациями выше чем соединенные штаты вячеслав днепр скажите пожалуйста в чем и когда мы в украине ошиблись что последствий что впоследствии привело к войне это было неизбежно со стороны украины эта работа в органах власти агентуры саксов которые толкали украину на у к войне россия начав войну я дальше вячеслав не могу найти куда-то это убежала но я хочу сказать что до стратегическая ошибка украины начиналась именно после развала российской советского союза где вы считали себя частью российской империи или частью русского народа потому что до последнего момента вас спокойно в вашей территории продолжали говорить российские каналы с точки зрения анти украинка с украинской стей и так как это продолжалось даже после 2014 года это говорит о том что ваше общество еще не определилась кто вы украинцы славяне или православные так как мы на этот вопрос пока не нашли ответа ваше общество жило вот этим разными разными ценностями понимаете то есть харьков вообще в другую сторону смотрел я не знаю как раньше административные делились луганск донецк они больше тяготились к россии львов тяготился в другую часть так скажем развитие украинского государства естественно для этого нужно было найти ответ я ведь в украинских телеканалах говорил что чтобы прийти к миру пусть ваши умные люди сядут что такое украинец что такое настоящему украинцу нужно то есть в рамках территории украины и впоследствии поставить свою доктрину своей национальной задачи как вы будете развиваться понимаете мирового правителя думы так ну сколько нас 8 10 20 миллиардов примерно сколько а сколько вот этих 20 миллиардов есть пользы для развития человечества ну предположим миллиарда как говорят про золотой миллиард остальные 19 для чего зачем они гадят планету поэтому чтобы вот быть чем-то плане пользы внесения человечества нужно быть программное развитие страны это технологическая например космическая это здравоохранение это предположим значит плане экологии культуры и и значит климатического вопроса когда у вас не не строят очистительные сооружения или не модернизируют а просто за взятки ваши промышленные предприятия сливают в моря черное море например выброс тяжелых металлов вместе с водой встают у мирового правителя и вопрос на этой планете мы все живем зачем нам такая украина это наверное первая проблема отсутствие проектность украины ее национальной стратегии развития куда найдет что она хочет сделать да именно поэтому было неизбежно естественно компоненты когда это сопутствуется крупным наличием мафиозных структур управляющих украинским государством мой термин что во всех странах есть мафия и это преступно но в украине у мафии есть государство и это неприступно следовательно финансовые вопросы работа работа агентуры разницы нету здесь саксы россияне да хоть китайцы понимаете ли там сборки но фасов главное что вы за деньги то я имею ввиду люди представлены во власти за деньги готовы продать национальные интересы у вас нет стратегического понимания куда должна идти украина раз вы готовы продавать то есть будут покупать те кто интересуется вашей страной то есть в актер вы автоматически станут становитесь не субъектом мирового права а объекта и это привело к войне конечно значит следующий вопрос роман некрасов санкт-петербург спасибо роман так много вопросов забрали почему на ваш взгляд в война 1812 года и война с гитлером названы в российской федерации отечества а первая мировая такая не названа но первый мировой понимание значит историков или идеологов государственной политики россия выступала как капиталистическая держава и участвовала в капиталистических войнах запередил мира понимаете поэтому понимание идеологов россии вы не могли быть то есть россияне они не могли называть значит участие в чужой войне в их понимании борьбе за передел мира отечественных вот 812 на ваш напала франция то есть вы стали жертвой агрессии вы ее защищали с гитлером то же самое на вас напал гитлер вы защищали свою страну а защита своей территории как и сейчас в украинском кейс она и называется отечественная только украинцев она пока не называется отечественной войной снова роман некрасов санкт-петербург расскажите побольше про постановку в буче какие силы были задействованы для обеспечения информационного прикрытия уважаемый роман некрасов если честно это достаточно спорный вопрос мне сейчас трудно сказать что это была постановка или это а принципе какие-то специальные силы этим занимались но вот я могу просто о себе рассказать когда мне было 22 года я видел трагедию ходжалы где 366 полк советской а потом перешедший под командование российской федерации вместе с армянским вооруженными силами участвовали в геноциде ходжалы где были убиты женщины и дети и кстати споруты жертвы животы беременных женщин то есть это это животное так скажем форму существования людей созданы в богу по своему образу и подобию я видел выход жалы в карабахе я не знаю о том было ли это постановка но если исходить из так скажем доктрины того что в российской федерации находится на территории украины то можно предположить я не могу утверждать но я не могу говорить что этого не было но можно предположить что геноцид украинского народа в буче он был а то что потом это раздули как вы говорите ли вы имеете ввиду для информационного прикрытия я в этом мало сомневаюсь но то что в любой войне происходит именно убийство мирного населения так назначено но зверства но зверства к моему большому сожалению я хочу вас огорчить на просторах бывшего из ссср славится российской федерации елена днепр нюрнберг здравствуйте уважаемый секрет какова судьба российской федерации ждет ли экономическое обнищание распад ближайшем будущем да абсолютно да потому что против россии применяется проект где женского под названием для для анаконды экономическая петля анаконда найдет распад будущем ориентировочно планируется после 25 26 года между китаем и значит сша они планируют этот вопрос начать практически делать в 2027 2028 годах когда начнется подъем духовные и экономические в российской федерации а когда к власти придут русские сами и те люди которые созидают они воруют и обслуживают интересы транснациональных корпораций судьба молдова связи с войной у нас это все елена нюрнберг судьба молдова связи с войной в украине судьба молдова на станет также как исторически частью румынии какое какая у нее судьба я думаю что ей придется отказаться в пруднестровье чтобы стать частью европейского союза полноценным и наверное возможно перспективе частью над это главное условие в рамках передела европейских государств она должна отказаться от преднестровья о чем заявила значит президент по моему ее фамилия санду она заявила что преступление в евросоюзе и в нато если к нам будут вопросы по преднестровью мы готовы вступить в эти организации без преднестровья то есть готовы отказаться а вот значит и последний из присоединят к румынии когда-то а ее присоединяем да и и присоединяем однозначно не когда-то однозначно в этом направлении уже идут институциональные государственные действия единственным пока сдерживающим фактором является это преднестровский конфликт экономическая так скажем 1 слабость или экономические проблемы которые также в существует молдове идентичные украинским я имею ввиду коррупция политический протекционизм и очень сильное экономическое и политическое влияние на политику молдовы со стороны значит российской федерации да еще нужно учитывать что большинство людей которые жили в советское время они жили в молдове достаточно ну так скажем у них была перспектива у них была жизнь гарантирована что они с голоду не умрут понимаете не будут копаться в помойке у этих людей ностальгия поэтому они считают что россия или русские могут вернуть им этот уровень жизни просто не забывают что те люди которые дорвались до власти они сперва уничтожили свой русский народ а уж потом они будут также бессовестно добивать и значит народу национальных окраин но опять говорю что молдова она присоединится к румынии и потихоньку она должна решать все те вопросы для того чтобы плавно войти в румынию и к этому я думаю что их подтолкнут когда решится вопрос по судьбе украины мария одесса уважаемый мария я к сожалению не знаю украинского языка я сейчас просто читаю у меня нет возможности здесь прямом эфире заниматься google переводом выше извините роман некрасов если бы вам предстояло выбрать тройку самых великих ваших соотечественников вы бы в нее поставили гражданского мужа роман серьезные вопросы у меня нет великих наших соотечественников для меня единственным соотечественником человечества является иисус пророк моисей пророк и мухаммед пророк илья путник жмиринка мир вам почему вы полагаете что человечество достигло предела своего развития и что по-вашему ожидает мировые религии в горизонте 50 лет значит уважаемый господин путник я считаю что мы достигли своего пика своего развития потому что у нас стало много войн и готовится больше войн чем мы можем понять вторым показателем того что мы достигли своего предопредела это кризис развития капитализма и начала перехода в новый формат информационно-технологический формат нашего развития я его считаю последним этапом развития человечества когда кто-то за компьютером будет управлять через чип когда мне ходить в туалет и что и когда мне что кушать как переходить улицу и как шутить или развлекать своих детей что по-вашему ожидает мировые религию горизонте 50 лет а ничего я думаю что мы вернемся к тому что что нам дал всевышний всем нам независимо от религиозной принадлежности это что спрятал ватикан своих архивов единобожье мы и многие из наших друзей немцы родившего в бывшие ссср эмигрировавшие на историческую родину у большинства из нас большие семьи так каков будет ваш совет стоит ли преддверии всех тех переформатировок которые возвучить венка покидать европу если то то далее это у нас написала кэтрин минден германия мы не ищем богатство только возможности воспитывать детей без постоянной диктатуры либерализма и насаждения антихристианских ценностей уважаемая кэтрин германия стала партнером англосаксов и основным одним из основных главных модераторов или силовым кулаком восточной европы то есть дальнейшем будет то же самое что было при гитлеровской германии только теперь цифровизация германия будет нуждаться в руках свободных руках рабочих руках германия будет искать новые территории для колоний как 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 колоний для управлениями и в первую очередь это польша и украина вот и естественно германии будет продолжаться военизация так скажем этого государства что касается либерализма насаждения антихристианских ценностей я думаю что сколько бы они это не делали все равно против бога не победу не пойдут и это приведет тому что это закончится приходом власти ну например в германском варианте это альтернатива для германии то есть того что возможно будет это все сметать через силу денис кишинев добрый день будет ли война в молдове откроет ли второй фронт и какая вероятность свержения власти силовым путем я не знаю о какой власти вы говорите уважаемый denis молдове войны не будет возможно будет какая-то контртеррористическая операция локального уровня три дня неделю на территории приднестровья а возможно под гарантией госпожи санду просто будет вывод русских российских вооруженных сил с территории приднестровья но войны как таковой там не будет николай одесса после анализа большого количества информации к сожалению да только доступны простому человеку я сделал вывод что в глобальном отношении война в украине так а вот на украине борьба за ресурсы изначально я думал это борьба между россиями и западом вот и значит отвечая на вопрос николай я хочу сказать уважаемый николай это борьба за все и ресурсы и территории и логистику и воздушный коридор сухопутная дорога железная дорога морской транспорт это за контроль человечество изначально к сожалению его отвратительная часть была больна властью она хотела контроля всего и вся почему-то определенные люди человеческого рода считают что они могут заменить на земле нам бог поэтому это пока есть человек это будет продолжаться всегда я и нам их навязывать не с планеты марс они среди нас появляются это наши близкие это наши друзья это люди нашей национальности нашей веры и так далее поэтому эти войны будут до тех пор пока есть человечество бене ротман ростов-на-дано уважаем фикрит откуда столь чувственное отношение к украине ну наверное потому что первое родственники по материнской линии они женаты на украинке мужской род и у них дети значит наполовину украинцы мои племянники то есть моего родного брата супруга украинка и его дети наполовину украинцы это первое второе процесс то объективный происходит и закономерен тем более что хотя не знаю что там дальше вас руку предложили по полной к тому что происходит украинцы семья сами а медвежья лапа вы уж простите меня мой дорогой я немножко не понял на вопрос ваш не могу найти ответ об дустии талматы беседе шелестом вы сказали что безусловно ислам это союзных православия тогда как православная россия воевала с османской империи с кавказом значит захватывала центральную азию и почему официально православных церковь дальше к сожалению формат не позволяет прочитать об дусти я вам скажу дело в том что именно когда россия стала захватывать новые территории и том числе воевать с османской империи это был проект значит ватикана и это была борьба империи за захват контроль новых путей и выталкивание дело в том что если мы говорим о центральной азии то это исторически с моментом создания управления территории управления территорий то это англосаксонской зон для того чтобы англосаксов оттуда выдавить при поддержке ватикана франции и европы россия выдавила значит саксов с этого региона установила контроль над государством центральной азии если исходить из того что почему россия воевала с османской империи так это за контроль над морями пасворд арданеллы черное море это тоже проект ватикана потому что османы могли захватить европы установить это скажем исламское владычество на значит европейском континенте ну и с кавказом в том числе потому что ей нужна дорога была на юг как сейчас она говорит свой проект северю то здесь выступала российская империя здесь не выступала православие в отличие от того что сейчас происходит где православные деятели благословляют войну россии против украины я считаю это преступление против религий и если вы немножко посмотрите более глубже на историю православия и ислама в отношениях самого главного стратегического и важного также для сасов пункта мирового управления иерусалима то мечеть алякса имеет стратегическое значение для ислама и для православия здесь хотим мы вспоминать центральную азию кавказ не хотим вспоминать когда встанет вопрос у мечети алякса более важным более глобально чем территории чем войны и убийство близких я имею ввиду в результате войны то поверьте алякса перетягивать любые ваши аргументы добрый день у нас светлана павлоград павлоград как вы оцениваете ситуацию на черном море относительно интересов британии и сша они хотят установить там полный контроль и я всегда говорил британия это морской дракон вот и все никакой ситуации не они будут ее добиваться системно какова роль турции и чьи задачи она будет реализовывать будет ли нарастать ограничение блокирования активности значит к сожалению когда вопросы длинные формат не позволяет прочитать окончательно роль турции сохранить себя как государство защите свои национальные интересы она будет с тем кто сильней тем более нужно еще учитывать то что турция она стране который существует частная собственность и страна является частью военно-политического союза под названием нато здесь дважды 24 и она опять повторяюсь даже в состоянии военного союза с нато все время пытается защищать свои национальные интересы чьи задачи она не будет его то есть если в принципе папы поймите государства империи это хищники то есть если кто-то слаб другой проглотит его завтра ослабнет турция проглотит ее россии ничего придумывать не нужно если сегодня будет слабить россия то турция тоже оттяпать свой кусок так скажем территорий и сфер владения естественно она будет параллельно это делать с кем со своими союзниками на кого она опирается благодаря которым она может проводить вот так скажем глобальную вот эту политику в мире больше даже россия одна имея ядерное оружие не в состоянии проводить свою самостийную политику даже ей нужен казахстан даже ей нужен китай и даже ей нужен иран не про украина перспективы для украины на ближайшие 10 лет но война я думаю что до 30 года у вас будет во всех сферах это стагнация это стагнация и пике вниз экономические проблемы это потеря людей как на фронте так и миграция естественно отсутствие социальных значит социальной сферы для пенсионеров для тех кого нужно лечить я метр здравоохранения упадок в образовании вот перспективы изменится ли территория украина абсолютно уверен да крым таки чей а вот чем его назначат мироуправители тему на будет значит у нас идет следующий вопрос сейчас я посмотрю так у нас следующий вопрос любовь киев уважаемый фигурит как вы думаете будет ли украина сухопутной страной я думаю что в этом направлении движется но это будет решаться опять повторюсь между китаем и значит сша кто будет контролировать ваши порты и для чего они нужны то есть вывозить зерно размещать там например в измаиле военно-морской флот эти вопросы будут решаться между китаями сша и в принципе если нужно чтобы вы стали сухопутной страной то дадут отмашку через китай россии это делать алекс киев здравствуйте фигурит скажите иметь ли король великобритании карл 3 кельтские корни да однозначно иначе бы он не стал королем иначе бы он не стал короноваться в реале по-настоящему не в лондоне в шотландии через две недели после его первой коронации если имеет то что вы говорите о кельтах не совсем имеет логику если карл 3 имеет кельтские корни укажите в каком роду какая линия но для этого нужно как говорится вам сходить в лондонский музей королевских кровей и там этим заняться потому что если вам нужны эти подробности в лондоне есть библиотека я благодаря времени который я провел три месяца там предлагаю вам также провести три месяца и найти все значит ответвление его генеалогии его корней сергей киев россия китай ближний восток и так далее имеет ли возможность оказать серьезное сопротивление англосаксам и быть самостоятельно от влияния этих стран так россия китай ближний восток естественно имеет но только тут другой вопрос интерес это у всех разные и у россии китай новая политика называется значит север-юг а там их интересы не совпадают они даже иногда и конкурирует а в некоторых частях например в частях спорных трех островов значит ферсидском заливе они разные то есть если россия значит на определенном этапе их поддерживала то после давления или протеста ирана она обратно взяла свои заявления и свою подпись что привело к определенным столкновением так скажем интересов между китаем и россией в этой сфере и таких пунктов много значит они не смогут создать серьезное сопротивление самостоятельными тоже не смогут потому что все они торгуют доллар все они прямо или косвенно зависят от западных технологий что китай что россия пока эти страны не станут технологически самостоятельные или самодостаточные они никогда не станут самостоятельными а правило если вы технологически от меня зависит и вы не можете не устанавливать правила я буду вам диктовать правила россия сможет захватить харьков или харьковской области ну если за такие задачи перед ней поставят значит ее партнер в данном случае китай значит захватит сейчас или потом это все зависит от того как будут делить мир и в том числе где будут заключать то есть на какой границе на каком рубеже перемене между россией украиной европа подождите я потерял так европа заинтересовала продлить укрытие от войны для украинцев мне здесь нечего добавить заинтересовала продлить укрытие от в общем ирина харьков какие тенденции по велению украинские ленты наверное поведение украинской элиты в этой войне тенденции никакие как грабили так и дальше будут грабить как набивали свои карманы как и будут дальше грабить им нужно чтобы война продолжалась долго потому что это дает возможность им грабить иностранные так скажем иностранную финансовую помощь ну все что у них было уже уничтожено больше своей части и то что осталось она существует благодаря опять внешним вливанием они будут продолжать грабить какая жизнь будет у обычных украинцев наладится ли после окончания закрутиться гайка я думаю что закрутиться потому что нужно спасать экономику нужно спасать страну обязать закручивание гаек это невозможно это при условии если у вас власть будет украина центрично и она будет направлять свою власть или свою политику на развитие страны для этого нужно естественно закручивая затягивание поясов но если это про будет продолжать оставаться в руках мафии то она опять будет затягивать гайки для того чтобы набивать свои карманы разницы ничего не будет ничего не изменится просто будет хуже любовь киев уважаемый как вы думаете зачем россии крым то я вообще сомневаюсь что он нужен был россии поверьте россия обусловлено тем что это ее территории исторически но она выполняет свои национальные задачи и национальные задачи чтобы не допустить так скажем обрушение значит политики петра первого то есть россия потеряет моря она потеряет торговлю а потеряет торговлю она станет кем 2 2 2 вторичным или страной 2 уровня то есть провинции поэтому она ведет борьбу за свое выживание в ее понимании уважаемый фикрет если возможно хотел за этот второй вопрос какова судьба нашего города харькова на ваш взгляд я честно говоря не знаю какова она будет но у меня ощущение я могу ошибиться что рано или поздно когда будут переформатировать территории украины харьков не останется в украине это у нас было вопрос о марина харьков у нас на земле стамбул какую роль играет урумчи будет ли какое-нибудь силовое отделение этих земель от китая урумчи играет вторую стратегическую роль значит в геополитике и в основном в геологистике из урумчи выходит 7 путей контактов всего со всем миром то есть воздушные морские и значит сухопутные железнодорожные поэтому так как переносится следующая политика центр тяжести политики в азиатско-тихоокеанский регион это будет новым центром то в этом центре кто контролирует урумчи тот контролирует мир а в этом центре будут собраны самые сильные державы первого и второго уровня александр уфа уважаемый секрет вы знаете что путин был назначен ельцина в период когда россия была фактически под полным контролем сша но у меня такой информации нету что он был под полным контролем сша но то что транснациональные корпорации стали частью элиты россии это однозначно тут я с вами согласен очевидно учитывая очевидное просите александр вопрос там дальше обрезан форматом я не могу читать прошу прощения юлия херсон добрый день уважаемый секрет подскажите пожалуйста как так получилось что как только начались полноштабные военные действия в украине так сразу пропал коронавирус но я уже выше сказал юлия на это я не могу говорить в ютубе публичном пространстве но вы сами своим вопросом так и за и ответили почему любовь киев дорогой фикрет спасибо вам за то что вы есть подскажите зачем великобритания сначала вступила есть потом вышла из него это был формат значит договоренностей между пока еще не независимой великобритании которая хотела пользоваться условиями а евросоюза точнее и рынка для сбыта своей продукции как только великобританию официально был озвучен проект great britain он у меня на youtube youtube канале есть то есть глобальная британия они начали старт в сторону самостоятельности освобождение себя от уз юридических и дипломатических договоров чтобы проводить независимую свою политику и начала свой старт выстраивание глобальной британии у нее была проблема с ирландия которая к сожалению сейчас и даже сейчас несмотря на заключение соглашения между великобритании и с европейским союзом не полностью регулирован дело в том что после выхода великобритании с евросоюза ирландия продолжала жить по законам евросоюза не великобритании здесь еще одна особенность есть ирландцы значит другой религии нежели глобальная британия в этом это определялось и здесь естественно обязательно присутствие ватикана вот она просто начала свой старт выстраивания новой глобальной империи зоран ильич белгород сербия место сербии будущем миропорядки а зоран она будет определяться естественно с будущим славянского народа на территории восточной европы это должны решить славяне между собой а потом уже определяться с сильными мира сего какое будет у вас место сергей полтава уважаемый фигурет громадная благодарна за ваш труд за вашу публикация хотелось бы услышать ваше мнение насчет слухов другой категории тандыр я не знаю что было значит сергей из полтавы до слухи вообще советское время существовала специальная служба в кгб даже я так ну слышал целое управление которое занималось именно распространением слухов что если бы вы считаете что управлять обществом можно просто через информацию раньше это делалось через слухи сейчас это немножко так скажем понизило свою активность но в таких странах где идет война где есть нищета работа слухов она также является активной потому что официальной пропаганде никто не верит варягам в ю тубе тоже никто не верит они верят своим близким и вот здесь вступают в игру свои секретные службы их управление распространение слухов она нужна для управления общества для продвижения своих как говорится цели и задачи то есть работа по слухам она поставлена профессионально она работа и это профессиональность определяется спецслужбам но на ваших украинских каналах очень много российских либерастов которые именно занимаются распространением слухов как часть разведывательной работы спецслужб в данном случае россии но в глобальном смысле я думаю что определенных мировых или региональных сил наталья лондон видите ли вы в россии какую-то роль в будущем плане объединение славянск или создание другой повестки которая сможет сохранить себя дальше я не могу прочитать да наталья для того чтобы россия смогла себя сохранить в плане объединения славянства снова повторюсь россии нужно освободиться от влияния транснациональных корпораций россии нужно чтобы к власти пришли русские которые будут определять русскую повестку дня они русский мир или все территории за кавказе украины мои или принципе вот если принципе я не буду контролировать молдову мне будет плохо то есть не через силовые форматы усиление русского народа не через силовые распространение влияния среди и славян и не славян по периметру ее границ когда она научится договариваться с людьми как американцы как англичане то есть через финансовые технологические и немного военные инструменты тогда она может сохраниться и как государство и как центр объединения славянства пока в россии власть уничтожает своих русских говорить о заботе славянах сербии болгарии я не знаю в восточной европе в том числе истории с украина я думаю что вам придется еще сто лет каяться перед братьями украинцами за ту войну которую развязали империалисты мэри сиэтл добрый день куда вы переехали жить семьи в новой зеландии сергей киев здравствуйте существует и развивается общемировой волонтерский проект созидательные общие для обменения человеческого спасения от климатических так далее сергей это хорошая вещь вообще молодежь когда себя пробует волонтерстве тоже хорошая вещь но я очень специфично это скажем специфично отношусь к разным проектам и так скажем организациям потому что они всегда мне напоминают структурирование управление обществом разделяя его на разные секты части и проекты и дресс из фаран ассалям алейкум в чем конечная цель тех кого вы называете модератором управления установление абсолютной своей власти контроля земного шара в чем конечная цель их проекта чего они пытаются по-моему там наверно добиться снова повторюсь цель их проекта в абсолютной власти лайма вильнюс что глобалистами запланировано на литву и когда ногу вы задали вопрос я не могу этого знать литва отдельно не рассматривается она будет рассматриваться в кейсе во-первых восточной европы во вторых в кейсе украина польша и прибалтика и отдельно прибалтика а потом уже литва людмила винница уважаемая людмила спасибо за теплые слова на украинском поверьте я не знаю украинский мне трудно сейчас этим заняться я между google перевод я не смогу на вас на ваш вопрос ответить про поводу тайного правления без банков голубой крови кто придумал история человечества мы с вами наши предки никто не придумал мы с вами придумали потому что мы поверили в ложь которые авантюристы нам накачивали наши головы что мы мы там айкю но высшая раса а вы в общем обслуживаете нас и таким образом те кто папа папа провор не понаглова тей или более циничный они выписывали в древности себе новую касту голубой крови да здесь еще имеется особенность то что они определяют это еще по группе крови который я всегда вам говорил это четвертая группа крови резус-фактор положительный это только один из элементов таша варна добрый день мне интересно узнать зачем англии идти вразрез с американцами вопросов по плану распада россии но давайте я отвечу на это сейчас дело в том на эту часть дело в том что американцев интересует их безопасность а это китай лондон интересует абсолютную власть в восточной европе это россия вот разница подходов разная цель это конкуренция да это конкуренция внутри их какие геополитические стратегические финансовые цели ставят каждый сторон в отношении россии какие факты указывают на это ну для этого нужно просто мониторить какие корпорации контролируют определенные ресурсы россии какие корпорации российские через подставные фирмы участвуют там не знаю кипрские лондонские не знаю мальдивские а значит оффшорные компании если вы обладаете допуском к этой информации вы спокойно можете получить информацию какие корпорации но на моем youtube канале я в основном говорю о трех глобальных корпорациях которые контролируют 45 процентов мирового ввп это стоит стрит ванг ярд и блэкву кстати ванг ярд присутствует на многих российских социальных сетях одноклассники мэйгру в качестве акционеров на моем телеграм канале вы можете посмотреть какие они проекты финансировали на территории россии до начала военных действий в украине кто из них победит победит тот кто сильнее технологическом плане потому что 21 век победа будет за тем народом государством проектом кто обладает значит высоким уровнем технологического развития здесь уже сколько вас 20 миллионов 100 миллионов не играть никакой роли пока остался один аргумент ядерное оружие и по нему будут решения юрий харьков здравствуйте фикрет как им вы видите будущее украины достаточно мрачным виталий запорожье подскажите пожалуйста по поводу цифрового рубля что делать простым людям может стоит раньше всех на него перейти все равно терять нечего ну вас и не спросят переходить будет или нет ну например сбербанк с 15 августа сегодняшнего дня начал его экспериментальное применение в разных каких-то определенных сегментах экономики россии как только это тестирование пройдет вас к этому подключить разве у нас с вами спрашивали нужно оплачивать телефоном через телефон например покупки в магазине или пластиковой карточкой разве у нас спрашивают когда мы получаем биологический паспорт наши отпечатки пальцев не спрашивают они создадут безвыходную ситуацию когда мы на это будем идти добровольно понимая что это упрощает наши жизни но на самом деле мы степ-бай-степ по частям отдаем фактически власть над собой людям которые сидят за ноутбуком насколько вероятно что западная украина в частности волынской области опять перейдет польше вероятность вообще то что польше будет у вас что-то охватывать или оттяпывать она высока я говорил на ваших телеграм-каналах и юридическим документом является это соглашение между украиной и польшей о пограничном так скажем сотрудничестве она вообще изначально вкладывала такую провокацию что польши как будто защищает совместно с украиной и и границы россия нападает на польских солдат здесь включается пятый пункт нато но наверное в нато сказали что ребята не шалите мы на это не пойдем останетесь сами под российским катком поэтому когда будет дележ украины больше обязательно будет требовать своих прав жанна кови как и каждый лет сто если интересоваться история абсолютно правильно абсолютно правильно значит людмила днепр в крайнем интервью на канале шелеста вы сказали что пока нельзя говорить о мировом правительстве исходя из этого пункта нет я последним интервью сказал что мировой провести есть о нем говорить нельзя это правда исходя из этого получается что те кто за вами стоят дальше я не понял ну за мной кто стоит наверно бог в остальном если у вас есть аргументы что за мной кто-то стоит я буду признателен если вы их не предоставить значит любомир иванов франкос под просто вы людмила наверное зациклились на каких-то секретных масонских ложах вы наверное зациклились в этом ю тубе где кругом даже элементарное неудачное пожатие руки при том когда вы здороваетесь вас наводит на определенный подозрительный вам я думаю все-таки нужно читать больше литературу здоровую литературу для того чтобы в принципе на мир смотрели еще из с точки зрения доброты любомир иванов франковск здравствуйте дорогой фигурит как вы считаете может ли польша на фоне войны в украине и оборонительного характера западных ее территории взять под свое я думаю что любомир сейчас польша сама этого не будет делать без согласия или без отмашки от своих стратегических партнеров илья путник жмиринка каким каковы вы видите роль и системы образования ближайшем будущем и доступ к нему простого человека если у господина путника была возможность просмотреть последний мое значит видеоматериал о стоит стрит я озвучил всех их программы в их программе нет образования они подразумевают инвестиции в образование программы в образовании а им не нужны образованные люди им достаточно чтобы мы знали как назван нажимать клавиатуру им достаточно выливать нам на голову информацию из википедии то есть реальных знаний нас не нужно пичкать они упрощают нашу жизнь то есть формировал формирует наше видение вот как людмила из днепра формирует наше мировоззрение узкоспециализированное и на основе этого мы просто же будем жить в том формате цифрового миропорядка который нам они рисуют я не думаю что к нему есть доступ простому человеку пока те люди которые вышли с двадцатого века который в руках держали книгу но наверное пока они что-то могут ретранслировать дальше как будет будет просто цифровой цифровой капитализм вот виктория одесса добрый день уважаемый фикрет кто стоит за путиным наверное русский народ который его и выбрал мне трудно отвечать на этот вопрос его вынудили напасть на украину я не думаю что его вынудили но создали условия где у него не было выбора он должен был напасть потому что стоял вопрос или он нападет на украину но россия поздно распадется хотя у нее есть шанс или россия сейчас распадется он решил использовать свой шанс наталья днепро на вашу думку украина проиграю больно и выдать свои земли это не от украины зависит и даже нет россии мы с вами должны смотреть до чего договорятся американцы с китайцами юрий лазова сейчас минутку чине сдается вам что глобалисты реализует планы зачищения людства ну да я же вам выше говорил в интервью зачем 10 миллиардов когда они просто кушать и какой просите за мой французский дело в том что это их мерило по отношению к человечеству да я вот вы написали откровение и она бога слова я абсолютно убежден в том что победит бог это моя убежденность принципиальная позиция александр украина крапивницкий здравствуйте секрет спасибо за ваши работы просвещение украинского народа других слушающих вас слушаю каждый ваш эфире все лекции большое спасибо александр с украины крапивницкого мария калининград россия уважаемый секрет каким по вашему мнению будет будущее калининграда спасибо она вернется туда она кому она принадлежала другого будущего это у этой у этого аппендикса не может быть поверьте второй советский союз никто не даст создать александр москва вопрос номер один что вы думаете так называемым новым юрисалиме проект крымской калифорнии так далее я все выше сказал уважаемый александр я думаю что эти проекты есть они существуют но это все зависит от того как будут делить мир любовь киев дорогой фигурит почему все знаменитые люди были и есть масонами но потому что они умные они талантливые если даже они не масоны то масонской традиции есть такая вещь этих людей называть по умолчанию масонами они считают что элита интеллектуальная элита это и есть масон понимаете вообще масонство это такая структура когда ее создавали естественно плюс ко всему тому что есть в социальных сетях и это правда есть еще другая подноготная они всегда пытались скрыться от таких людей вот как одна наша подписчица пара попал по поводу того кто стоит за мной потому что большинство людей пугает незнание большинство людей пугает тайна и секретность и что могут делать эти умные люди и так как люди находятся психологически в состоянии страха они всегда к снег с недоверием или с неуважением а даже с враждебностью относятся к таким людям которые немножко на голову умнее их или по-другому думать или вашу возможно даже являются лидером философии и литературы химии биологии и так далее то масоны и даже не масона то есть не масон обращаются к масонам за защитой а масона защищают себя вот таких людей и к сожалению всегда так когда вы делаете что-то очень важное стратегическое глобальное или большое всегда у вас есть шанс просто какой-то неряха или какой-то человек который не знает как вообще-то работает услуги сделает услугу медведев то есть он нарушит может быть даже и благородное я не знаю благородство сколько в этих деяниях масонов но даже что-то благородное для человечества или группы людей они могут это сломать разрушить и принести больше вред поэтому держит людей остальных в незнании и леонора харьков кто руководить украины и в чьей игры мы пешки ну я уже все сказал уважаемый леонора элеонора вашей страной руководит мафия по договорнику в чьей игре у вас сторон много если говорить на региональном уровне то польша россия определенные страны европы если говорить на глобальном то это америка и китай виталий виталий тишинек что ждет молдова ближайшем будущем ну присоединение к румынии стандартизацию румынского образа жизни а румыния является так скажем протекторатом франции любовь киев дорогой секрет каким вы видите есть после передела мира я уже выше сказал уважаемая любовь или его не будет нет почему эта территория будет экономически ослаблена потому что центр политики экономики повышения градусов военного противостояния будет перекидываться на технике океанский регион то есть когда ничего нет в европе что там делать наталья минск какое место отведено беларуси переделы мира самое значительное даже в общем у него и не спрашивает какой у тебя будет место она просто будет исполнять то что делает даже эти эта функция будет исполнительной ярмо или значит ошенник повешен не только на украину но и перспективы на россию единственное что сейчас россию спасает от состояния фейл стоит то есть несостоявшие государства ее ядерные вооруженные силы не более как только россия лишится ядерных сил она фактически про превратится в какую-то губернию а вообще если какая-то возможность предотвратить это всемирное сумасшедшее я думаю что нет потому что пришел конец развития капитализма то есть товарно-денежных отношений а так как ему пришел конец нужно создавать новый миропорядок это всемирное сумасшедшее не может заканчиваться так людмила жданова добрый вечер уважаемая людмила благодарю вас что вы здесь тоже написали уважаемый фибрид как по вашему будет мнению выступать на выборах президента украину так называемого ватикана другими словами кто кого он финансирует но у вас же есть эти люди фамилии значит кстати недавно один ваш кандидат от ватикана выразился в вульгарной форме что вы должны его поддерживать кандидатов их будет много они спустят вам сверху повестку несколько форм нескольких кандидатов и ваша мафия на месте по какой-то фигуре определиться может быть по двум фигурам которых выдвинет на на выборы чтобы вы выбрали выбирали у вас было право выбора без права избрать своего президента получив зло или худшее зло и вы будете выбирать из зла и худшего зла екатерина санкт-петербург уважаемый фигри добрый день как вы считаете почему россия напала на украину феврале прошлого года если она не является в этой истории выгода приобретателем по мону но значит уважаемая екатерина я выше сказал что у россии был выбор или она станет распадаться или она использует свой шанс спасти свою страну она выбрала вот этот вариант но это естественно в истории россии она всегда выбирать к сожалению вариант через потери через кровь через смерть и так далее другого альтернативного варианта то есть за последние 30 лет получив доступ к бешеным ценам на нефть и газ получить доступ к технологиям на западе к сожалению в россии транснациональные корпорации продолжали грабить страны богатеть и надевать себе карманы вместо того чтобы развивать технологические продвижения российской федерации увеличивать ее влияние через технологии через выгодные экономические проекты но и естественно при условии взаимоуважаемого взаимодоговорного соблюдения международных соглашений которые россия подписывает значит ну хотя бы по крайней мере соседями значит у нас идет дальше ильдус краснокутск харьковская по-моему власть салам фикрет правда ли что президент российской федерации тяжело болен но мы все болеем связи с возрастом а учитывая особенность его или тяжесть его работы любого даже президента зеленского даже байдена бажит даже трампа все мы с возрастом болеем а что касается тяжело болен у меня нет такой информации потому что во всех странах обычно это является секретной информации и она всегда условно говоря является закрытой к ней доступ невозможен а то что российские либерасты на украинских каналах предавая свою страну россии качают вам информацию что вот вот он сегодня помрет из-за путина у вас проблема это не так поверьте если к власти придет навальный латынина ходорковский вы на путина молиться будете это конченые фашисты любовь киев многоуважаемый фикрет какая книга поразила вас больше всего кора добрый день какое ближайшее будущее россии на десятилетия снова повторюсь я не знаю это все зависит только от русских как государство образующего народа российской федерации возьмут ли ее в клуб сильных мира уже никогда или она останется на втором третьем плане это выбор русского народа я не знаю катерина киев если так то какую функцию ей отведут будущем но по крайней мере она будет большим средним придатком без ядерного значит оружие и без уже правил определять кому как жить например как украинцам жить как белорусам жить как я не знаю средней азии жить и так далее то есть только равноправное доверительное партнерство при условии что они не будут бояться 100 россия может отменить все свои соглашения и снова закабалить их значит светлана ялта крым все читающие библии боятся начертания антихриста которых написано в евангелии россия не будет под властью антихриста защищается я надеюсь я я надеюсь что россия вернется в лоно бога секрет здравствуйте добрый день все что можно написать благое для тебя какие вопросы когда голова пустая и это понимание пришло только когда стала слушать тебя спасибо но тут очень много хвалебных слов благодарю вас за добрые слова ирина из анапы константин краснодар любая религия придумана людьми как инструмент управления населением браво я тоже так думаю или существует творец или высшие существа и творец и высших существа но правда от них о них от нас скрыли если существует какая-то религия существует одна единственная религия другой нет она называется единобожья как бы вы друг друга называли мусульмане христиане буддисты православные и так далее она она едина и опять говорю нас разделили человечество для управления нами вы абсолютно правы и это главный постулат почему мы разные религии и благодаря этому можно спокойно сталкивать христиан с мусульманами католиков с православными это инструмент управления вы абсолютно правы значит андрей буча украина добрый день секрет регулярно смотрю ваши фикин эфиры отрезвая вопросов несколько вы вверх вы в эфирах и интервью часто рассказывать о двух про два полярных стана ватикан и франция англосаксы а когда и как произошел этот раздел 500 лет назад 500 лет назад посмотрите в истории нам в школе это преподавали если вы посмотрите когда ватикан стал определять значит политику в европе уже поймете когда англия стала покидать ингоста вы уже поймете когда начались крестовые походы за кралин святые земли вы поймете и так далее так далее то все есть к истории просто систематизируете у вас получится картина слышал у вас что россия проект Да. Если можно, поясните, пожалуйста, связь, если она конечная. Создание Федерального резервного системы, начало Первой мировой войны. Там дальше вопрос я не вижу, уважаемый Андрей. Любые войны – это и есть переформатирование и создание нового мирового порядка. И абсолютно правильно, одним из инструментов нового управления как раз в 1913 году и является создание Федеральной резервной системы. Я читал как-то в статье, что китайская мафия, узнав о создании ФРС, другой мафии, еще в 1912 году отдала на депозит много золота. Я не могу об этом сказать, у меня нет информации. Золото хранилось в башнях-близнецах, вот их разнесли. Я думаю, что это больше имело политический аспект для того, чтобы начать войну на Востоке, не более. Почему-то кажется, во всех войнах Бенефицар-1 владелец заводом по производству вооружения стандарта НАТО. Естественно, не один, он один из нескольких. И завода по производству что-то там советское написано. Вы знаете, оружейный барон, они вообще не имеют национальности. Им разницы нету. Они могут поставлять двум братьям, предположим, я условно разделяю, например, советское и американское. Они могут поставлять двум братьям и оба договариваться о ценах, оба решать, кому сколько продавать. Ну, чтобы вот так. Никто не победил, никто не проиграл. Как можно дольше она продолжалась, они будут больше продавать оружие, зарабатывать на деньги. Ну, это же элементарно. Осадова Ирада Акиф КЗ из Баку, Азербайджан. Здесь написано по поводу, значит, на азербайджанском ситуации внутри Азербайджана. Уважаемая Ирада Хану, я не буду это комментировать, почему. Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией, до сих пор нет мирного соглашения. Любые обсуждения, любые вопросы, связанные с внутренней политикой Азербайджана, до подписания мирного договора, в моем понимании, я считаю, это преступление перед государством. Доброго времени суток, Фикрет, это написала Татьяна Владивосток. У меня два вопроса. Мне бы хотелось услышать ваше мнение относительно роли Православной Церкви России в глобальных процессах переформатирования мирового порядка. Оно имело высокую свою роль, даже значимую свою роль. К сожалению, в последнее время определенные действия, когда благословляют на войну брата против брата, это раз, брата не только по крови, я имею в виду православный или славянный, но просто против создания Божьего, когда он создал всех нас по своему образу и подобию, то я считаю, что как только Православная Церковь России вступила на эту дорогу благословления войны, я думаю, она отошла от истоков, и возможно, русским россиянам, православным придется создавать новую форму правления Православной Церкви, то есть возвращаться к своим славянским православным истокам. Поддержка Православной Церкви и агрессии России в Украине явилась для части верующих большим шоком. Абсолютно правильно ваша фраза шоком, но я даже считаю это преступление перед церковью, и это нанесет большой урон самому Православию. Я бы сказал, и даже потрясением. Там дальше вопрос не виден, простите. Какие маркеры вы бы означали для простых россиян, которые страдают от этой войны для выстраивания действий и направления на спасение? Я не знаю ответ на этот вопрос. Это вам решать, это ваша страна. Если бы вы меня спросили про Азербайджан, я бы сказал. Но я не знаю, мне трудно здесь вам что-то подсказать. Это ваш мир, это ваш выбор и это ваше будущее. Как вы сегодня отнесетесь к вашему будущему, то есть какую дорогу вы выберете, на выходе то и получите. Значит у нас Анна, 22 года, Москва. Каким вы видите будущее России? Уважаемая Анна, я выше обсудил, то есть рассказал мое видение по России, в том числе и с точки зрения православия. Если хотите жить достойно, хорошо, чтобы вас не боялись и вас уважали, созидайте, не разрушайте. Что вы думаете по поводу слухов о связи мировой элиты с оккультизмом? Так она всегда присутствует. Этот оккультизм присутствует и в нашей жизни, когда кто-то хочет нагадать, кто-то хочет наколдовать. Далеко не надо уходить. Это тоже выращено нами, среди нас. Какую картину мира хочет мировая элита? Цифровая империя? Алл Любляна, расскажите, пожалуйста, про Словению. Что озидает Словению в ближайшие 20 лет на ваш взгляд? Спасибо. Словения будет рассматриваться в проекты большого глобального славянского мира, если он будет. Если большого глобального славянского мира не будет, то Словения будет частью какого-то проекта, если говорить историческими фразами, то какой-то империи. Тамара Киев. Состоятся ли выборы в Украине? Ну, если не состоятся, я сегодня дал интервью каналу Гордона, он вечером будет опубликован. Я там сказал, что как только у вас закончится дата назначенных, то есть не назначенных, дата по закону, времени выборов в Раду, а потом и президентских, на вас посыпется град камней средств массовой информации Запада, которые будут объединять, что ваша власть нелегитимна. Для того, чтобы подписывать соглашение или продолжать войну, и чтобы ей оказывать, украинская власть должна получить мандат от народа. А время этого мандата истекает. А ведь эти же страны, которые помогают, они же демократические. В 2024 году запланированы выборы США и России. Кто главные претенденты? Байден очень старый для президента. Ну, смотрите, по России это нужно посмотреть, как сейчас будет перемирие. После перемирия по России, кто будет следующий президент, будут решаться. Если решат, что будет продолжать эту же, так скажем, позицию господин Путин, значит будут поставить на Путина. Что касается, когда говорю решат, это решат Америка и США, это не Россия. Потому что Россия находится в зависимости от транснациональной корпорации. Если мы говорим о США, то в США решение принимает дип-стейт. Ни Байден, ни Путин. Так, Татьяна Одесса. Ваше мнение о месте судьбы Одессы в зависимости от возможного передела территорий. Я думаю, что если решат, что Украина будет сухопутной государством, то Одесса будет частью нового образования. Не украинского и не российского, но частью нового образования. Ну, например, предположим, Гагаузии. Так, будут ли катаклизмы в Узбекистане? Спасибо. Нет, катаклизмов не будет, но будет очень жесткая финансовая или экономическая деградация общества. То есть появится очень много богатых, зажиточных людей. Но параллельно с этим будет обнищение большей части населения. Хотя президент Узбекистана, я его поддерживаю, он пытается проводить политику, так скажем, социальных гарантий для узбекского народа. Если, в принципе, сейчас, несмотря на трудности в глобально-стратегическом плане, народ Узбекистана поймет, что Шавкат Мирзеев закладывает основу будущего крупного государства, Центральной Азии, это государство Узбекистан, те тяжести, те трудности, с чем сталкивается узбекский народ, я думаю, что они поймут и простят. Просто нужно видеть в долгую. В противном случае, если вы не создадите государство со своими институтами, я медоэкономическими, военными и финансами, вас ждет участь Украины. Только в вашем случае это будет Талибан. Есть ли взаимосвязь между республиканцами и Ватикан, и какие ваши прогнозы по поводу выборов США в 2024 год? Вы знаете, мир состоит из теневых структур. Америка – самое крупное в мире государство, которое наполнено или насыщено разными сетевыми структурами, в том числе Ватикана. В Америке узаконен лоббизм, это не противозаконно. Поэтому, когда мы говорим о выборах в США, это все зависит от того, какая повестка выживания стоит в США после 2024 года. Я уже говорил, что ждет большая Ближневосточная война, которую Америка примет через прокси обязательно свое участие. То мы должны понимать, что к 2026 году у Америки практически последние сроки в начале активной борьбы против Китая. То есть, если они поставят, что нам нужен антикитайец, они приведут к власти антикитайцы. Если они сочтут нужным, что им нужен промежуточный человек, который отсидит 2 года, 4 года у власти, могут привести Байдена через 2 года по состоянию здоровья, его заменить на вице-президента. Я думаю, что если даже и пойдет Байден, то новым вице-президентом будет антикитайец. Вот приблизительно такая. Ну, например, человек типа Риши Сунака, то есть индийец. Потому что Индия потихоньку встраивается в проект САКСа по антикитайской политике удушения Китая. Придется ли Беларуси воевать? Я не думаю, что беларусы не будут воевать. Да и мне ни за чего воевать. Анастасия Киев. Добрый день, Фикрет. Что ждет государство Украины? Какие есть варианты развития событий? Мне кажется, что шанс упущен. Там уже гадать не нужно. Там просто сейчас нужно, чтобы мягкое падение было, не было совсем больно. И самое главное, найти в себе силы определиться, какую вам страну нужно построить. То есть вы будете строить национальное украинское государство, или вы будете строить суверенное многонациональное государство. Пока вы ответ на эти вопросы не найдете, вы ничего там не сможете состряпать. Юрий Днепр. Здравствуйте, уважаемый Фикрет. У меня три вопроса. Судя по вашей публикации в чате, вот такой проект новой купюры Нацбанка Украины. Вы негативно относитесь к Алексею Арестовичу. У меня нет отношения к персоналам. Я имя и фамилии не называю. Я считаю это неправильным. Но я негативно отношусь к политике, которую проводят конкретно люди, конкретно организации, конкретно секты. Да, к политике Алексея Арестовича в отношении украинского государства я отношусь как к политике, а не как к персоналию. Я в эфире выразил благодарность Арестовича за то, что он морально поддерживал во время Второй Карабахской войны азербайджанский народ. Но к его политике отношусь отрицательно. Второе. Очень понравились ваши интервью в мировом правительстве и китах-гегемонах. Ваше видение ситуации очень убедительна. Это все предопределено? Нет, это не предопределено. Это планомерный план создания этой ситуации. Это вот как вы, например, в детстве в песочнице что-то себе строите, так и здесь. То есть эти люди ставят перед собой национальные интересы, они планомерно это создают шаг за шагом. Третье. С вашей точки зрения, что нужно предпринять для искоренения коррупции в Украине? Это решать украинскому народу. Если вы считаете, что договорняк или договориться в обществе, в магазине, с гаишником, в жете, в поликлинике, это правильно, значит вы не искорените. Начните с себя. И кто может возглавить этот процесс? Только народ. Ария, Страсбург. Ваши предположения по распаду есть. 2027-2028 год. Начало с 30-го. Я думаю, 30-й год это будет расцвет, распада Европы. К 35-му году должен быть создан новый мировой порядок. Захлестнут ли Франции бунты мигрантов и граждан этой осенью? Если прикажут Саксы или будут модерировать, да, и я даже думаю, что возможно гражданская война. Потому что, когда я выступал у Натальи Масичук, я сказал, что мы увидим, значит, независимость Корсики. Я имел в виду Францию конкретно. К сожалению, клоуны вашего эфира стали лепить про меня сериалы, что, в общем, я не там оказался. Но потом события во Франции показали, что аналитика, она далека от политической пропаганды и, естественно, от цирка Шапито. Валерий Террасполь. Многоуважаемый господин Шабанов, какое будущее, по вашему мнению, будет Республика Молдова и Приднестровья в период геополитического периода? Я думаю, что Приднестровье, оно не будет принадлежать Молдове, и ей даже этого не позволят. И поэтому Приднестровье, это, возможно, новый проект совместно с Одессой. Владимир Одесса, как вы считаете, когда нам ждать следующую эпидемию, подобную ковиду и сопутствующие ограничения прав свобод? Всемирная организация здравоохранения на эту тему предупреждает. Время определяет, что когда будет нас уведомить. Вы уж простите, я уже выше сказал, почему на эту тему не могу говорить. У меня одно интервью в украинских СМИ YouTube удалил, но я позже постараюсь его нарезать, выкорчевать из него вот такого подобия вопроса, чтобы его мог опубликовать на своем YouTube-канале. Только из-за этой фразы они его удалили. Наталья Днепро, я как района на небеспечных зараз... Простите, Наталья, я, честно говоря, не понимаю. Юлия Киев, добрый день, Киев. Предыдущих ваших интервью вы очень правильно посвящаете вглубь сути Ватикана. Я начал интересоваться, обалдело. Так, это у нас Таисия. Дякую, благодарю. Так, значит, у нас идет что? Эган Чалакян, может, и лоббист? Так, игнорируйте наших украинских нарциссов, а не бабло кассет. Спасибо большое, Вадим. Страж. Значит, следующий. Евгений Одесса. Здравствуйте, дорогой Фикрет. Я вам пишу по поводу вашей публикации, где Эган Чалакян рассказывает о том, что нас ожидает катастрофа планеты. Я с позиции Эгана Чалакяна согласен о том, что происходят глобальные, значит, климатические изменения в мире. Но они происходят не по нашей воле, не по нашей прихоти. Они происходят по естественному развитию земного и внеземного пространства на существование планет и звезд. Что касается господина Чалакяна, я считаю, что это один из элементов формирования нового мирового правительства, где он призывает передать все секретные информации к научным разработкам и допуск к технологиям России, Китая и США. Здесь ключевое слово «Россия» для того, чтобы обезопасить будущие катастрофы, которые нас ждут. И катастрофы, где, значит, климатические, это первый пункт нового мирового порядка, где он рассматривается с точки зрения, так скажем, через климатическое управление поставить под контроль человечество. Сергей Харьков, добрый день, уважаемый фигурец. Скажите, пожалуйста, Россия стремится захватить еще территорию Украины. Это как ей определят? Россия, я считаю, что многие свои вопросы уже решила с точки зрения российской национальных интересов и безопасности своей территории. А будет ли она захватывать, это как решат? И опять говорю, все зависит это от и Украины, и России, как исполнителей на земле, но и как глобальных игроков, это Китая и США. Почему я об этом говорю? Заявлено, что в начале октября ожидается визит президента России в Китай. То есть в моем понимании, что он был совсем недавно там, плюс частые визиты руководителей Российской Федерации, визиты премьер-министра Российской Федерации, это говорит о, так скажем, некоторой зависимости России от Китая. Значит, она должна с ней считаться. Как украинский народ может остановить эту войну? Я не знаю ответ на этот вопрос. Елена Луганск, как вы думаете, почему именно Украину выбрали для этой войны? Нет, а вы сами ее пригласили, своей коррупцией, бессовестным отношением к своим национальным интересам и постоянной продажей своих интересов. Сейчас у вас война, вы продолжаете торговать российским газом для Европы. Вы передали свои газохранилища для, по-моему, австрийских компаний, чтобы они у вас хранили газ и, покупая его у русских, хранят у вас. Пока у вас такая ситуация, так и будет. Марина Днепр, что вы думаете по поводу НИСАРа, ГИСАРа, ГИСАР, этот проект возможен? Не думаю, но опять говорю, любые проекты, они готовы, возможно, будут даже самые такие, знаете, смешные, уродливые, или разум человека не сможет воспринять их только тогда, когда будут делить мир или территории. И нужно будет определить, кто будет на конкретной территории управлять за этой территорией. Или, извините за мой французский слэнг, кто будет отвечать за это? Значит, у нас идет Александр Франкфурт. Что делает обычному человеку во всех этих глобальных играх элит? Не знаю. Не знаю. Если, по-вашему, какой-то способ противостоять этому влиянию, ну, по крайней мере, сопротивляться нужно, и оно должно начаться с элементарного объединения людей разных национальностей, разных рас. Пока человечество не станет по одну сторону своего сопротивления, и между ними не будет разницы какой-то национальности веры, они будут управлять вами. Как только вы станете частью глобального мира, то есть одна нация, один народ, одна религия, я условно это называю, пока человечеству не придет это понимание, вас будут торопить на религии, на народы, на территории, на государства, на племена, как хотите. И вас вами будут управлять. Сталкивая вас, взаимоуничтожая. Татьяна Днепр. Доброго времени суток, Фикрет. Спасибо вам большое, Татьяна. Нью-Йорк, Фуат. Глобальная экология, намерение теневого правительства, будущее на ближайшие 100 лет планеты, тюркский мир, конфликт религий, возможные единения и так далее. Я, честно говоря, Фуат, там после возможного единения вопрос теряется, мне трудно понять. Но все эти проекты, они созданы людьми, но они созданы по заказу для того, чтобы, снова повторюсь, вложить в эти понимания преимущество какой-то нации, какого-то народа, какой-то религии над другими. Или создавать угрозу. Предположим, вы создаете религию Тумба-Юмба в Африке. А что делать другим африканским племенам, когда эта Тумба-Юмба становится большим, экономика сильная, много денег, и эта Тумба-Юмба начинает диктовать условиям, которые не исповедуют эту религию или не находятся в этом проекте. То есть она уже изначально закладывается, план того, что она проигравшая страна. Только через взаимные договоренности, через формирование единых принципов, а не принципов исключительности какой-то нации или какой-то религии, вы сможете выйти в безопасное свое будущее развитие и обеспечить безопасность своих детей. В противном случае вы обречены на продолжение деления на религии, на нации, на государства для мирового правителя, которые будут вами и управлять, и решать за вас ваши судьбы. Татьяна Москва. Процессы переформатирования мира и сопутствующих этому войн будет ли безопасно в Латинской Америке? Ну, в Латинской Америке идет Ватикан. Если вас это устраивает, то по своему образу и подобию дубль Европы они попытаются там создать. Наверное. Турал Бако. Ну, вопрос на азербайджанском. Просто отвечу. Все будет хорошо, Турал. Светлана Ялта Крым. Ваше мнение о Созидательном обществе. На первый взгляд все красиво, и они с большой буквы не берут в учет Творца. Да. Да. Дальше я не могу прочитать, потому что вопрос пропал. Дмитрий Умань. Что вы думаете о возможности вознаграждения проекта «Еврейский Крым»? Давно известно, что Крым был заложен Лениным, США и так далее. Да, я, уважаемый Дмитрий, я выше сказал, что если, в принципе, появится необходимость создать Хазарию, еврейский Крым или татарский Крым, разницы нету. То так и будет. Понимаете? Люди же не выбирают это. За людей выбирают. Любовь, Киев. Дорогой Фикрит, как вы думаете, западные земли Украины отадут Польше? По крайней мере, Польша на это будет претендовать. Хотя исторически, я могу ошибаться, украинцы могут меня поправить, я считаю, вообще эти западные земли, они больше принадлежат германской нации или немецкой нации, ниже Польши. Ну, как определят мироуправители? А то, что они на него претендуют, это однозначно. Свидетельством это является пограничное соглашение между Украиной и, значит, Польшей. Ольга Бишкек, здравствуйте. Спасибо большое за добрые слова. Почему Украина не наняла ЧВК и так далее? Ну, я думаю, это еще впереди Украины. У нее же был ЧВК Азов. Анатолий Одесса. Читаю вас, слушаю. Почему вы во всех время в статьях пишите на Украину? Тогда пишите на Азербайджан, на Америку. Спасибо, надеюсь, на честный, как всегда, ответ. Уважаемый Анатолий, во-первых, я не раз приносил извинения за то, что пишется орфографически на Украину. Я полностью поддерживаю вашу позицию. Нужно заставлять уважать свое государство, свой народ и свою нацию. Да, вы правы, в Украину. Что касается, почему все время получается на Украину, объясню. Я считаю, что здесь, если вы считаете, мы виноваты, то я виноват беру на себя и разделяю ее. Но я считаю, что виноваты в этом еще и украинцы. Потому что иностранная пресса в большинстве своем пишет на русскоязычном сегменте благодаря российским ресурсам. Так российские ресурсы используют слово на Украину. Вот если будет русскоязычного сегмента информации на украинском языке в украинских сегментах, мы будем это брать и писать в Украину. Это первое. Второе. Мой телеграм-канал, которым пишется на Украину, его ведет украинец, у которого папа украинец, мама русская. Он родился в Соединенных Штатах Америки. И, к сожалению, он не обладает возможности систематически редактировать текст. Все то, что касается для Украины важным или необходимым, он с моего согласия пересылает, но, к сожалению, я не могу редактировать системно. Но по мере возможности я вхожу в телеграм-канале, читаю там, где касается Украины. И вы, наверное, видите, позже я все это исправляю в Украину. Так что ваш аргумент принимается, но будьте любезны разделить нашу, так скажем, вину или ответственность, уж будьте любезны на двоих. Любовь Киев. Уважаемый Фикрет, кто вам привил интерес к международной аналитике и любовь к книгам? Родители и дедушка. Александр Киев. Как вы считаете, будет ли достигнут мирное соглашение или мы пойдем на второй круг? На второй круг до 30-го года обязательно. Любовь Киев. Дорогой Фикрет, как вы думаете, что будет дальше с Крымом? К сожалению, это будут решать США и Китай, я условно называю, но это мир управителей. Но я не думаю, что Крым вернется в луна Украины. Я всегда говорю, его трогать нельзя. Фактически вообще ваша война началась именно из-за Крыма. Болотбек Бишкек, уважаемый Фикрет, очень ценю вашу серьезный основательный круг рассуждения. Так, Болотбек, дорогой, большое спасибо за добрые слова. Но тут ваш вопрос, вы не могли бы побольше и дальше он потерялся. Владимир Чернигов, лучшая страна для постоянного проживания. Ну, я переехал в Новозеландию. У меня свои ценности, у меня свое понимание миропорядка и, естественно, глобальной экологии. У каждого своя. Я не могу никому советовать. Каждый человек, ввиду его материального, психологического, эмоционального, культурного, религиозного удобства, выбирает сам страну для проживания. Если говорим стратегически о стабильности, то я для себя выбрал Новую Зеландию. Екатерина Никополь, добрый день. Нужно ли Америке садить за стол переговоры в России? Так она управляет этой войной. Надо, когда надо будет, она ее и посадит. Или они и сами готовы. Нет, им сейчас нужно заморозить конфликт, им не нужен мир, поймите. Какая вероятность возобнования действий потом? Высокая, до 30-го года. Любовь, Киев, уважаемый фикрет, как вы думаете, финансируется или управляется ли Вагнер саксами? Я думаю, что Россия богатая, как проект англосаксов Вагнер, она управляется или оплачивается находящимся в России транснациональными корпорациями, то есть частными держателям и пакетом акций. А это уже англосаксонские или российские или смешанные, я не обладаю этой информацией. Владимир Чернигов, есть ли в Украине, которую строят поддержать? Я не был знаток вашей политики внутренней, но у меня большое сомнение, что в Украине есть политика, не принадлежащая мафии, которая может в Украине что-то строить. Ахмед Алматы, салам алейкум, фикрет шабанов. Спасибо заранее за предоставленную возможность задать вам вопрос. Желаю вам крепкого здоровья. Спасибо большое, дорогой Ахмед. К сожалению, дальше вопрос я потерял. Алексей Одесса, если саксы все-таки настроят Россию на конфликт с Китаем через несколько... Они его не будут настраивать, они его будут управлять. Слово настроить не работает в политике. То какие могут быть публичные причины для его начала? Смена президента Российской Федерации, смена элиты Российской Федерации. И это будут угрозы. Дальше я не знаю, то есть опять вопрос терять. Когда вы пишете большие вопросы, к сожалению, формат не позволяет их читать. То есть нужно писать короткие и конкретные. Уважаемые слушатели, мы перешли Рубикон, у нас 116 вопросов. Давайте мы остановимся на 125, а дальше все это продолжим. Значит, Денис Киев, каким вы видите будущее Польши и что там происходит сейчас? Борьба за власть, борьба за будущее Польши в первую очередь, борьба за экономические преференции, которые она получает как союзник англосаксов до 30-го года по контракту. И, естественно, борьба за внутренние, так скажем, за власть внутренних элит. Кто сохранит свои политические ресурсы, правит еще Польшей, я не имею в виду лица или партии или какие-то организации, я имею в виду тот костяк внутренний польский гипстейт. Наталья Стокгольм, уважаемый фикрет, спасибо вам за вашу работу, прошу вас дать прогноз по территорию Дальнего Востока. Это один из очагов будущего столкновения между Россией и Китаем и, естественно, присутствия на территории Дальнего Востока, в том числе посредством Казахстана, значит, англосаксонского мира. То есть, это линия противостояния. Наталья Кропивницкий, здравствуйте, смотрю вас недавно, очень благодарна за правду. У меня вопрос, я сама с Украиной сейчас с детьми, у нас их трое находятся. Наталья, к сожалению, я потерял дальше ваш вопрос, то есть формат его проживал, нету дальше. Арием Киев, добрый день, как вы думаете, когда закончится активная фаза боевых действий на территории Украины? Активная фаза, когда посадят за стол руководство Украины и руководство России. Я думаю, что в октябре мы узнаем, когда их посадят, то есть после встречи Си Цзиньпиня и Байдена в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе. Когда, возможно, полное окончание войны на территории Украины наступит мир? Когда договорятся, как будут делить мир? А приблизительно это 30-й год, 2030-й год. Что ждет Европу в ближайшее время? Ну, деиндустриализация, наплыв мигрантов, увеличение национализма как в быту, так и в политике. И тут про Германию вы написали, я уже выше отвечал. Николай Киев, скажите, на ваш взгляд, лучшую страну для миграции сейчас? Я уже ответил, Николай. Михаил, здравствуйте. Есть ли шанс Украины стать по-настоящему независимой и что для этого нужно? Сейчас уже не знаю, но, повторюсь, вы упустили свой шанс, но все-таки вы можете начать что-то делать, хотя бы, как муравьи, созидать свою независимую страну. Но для этого нужно освободиться от мафии, перестать обслуживать чьи-то интересы. И можно есть лук с хлебом, но строить свою страну, нежели зарубежный или, так скажем, заграничный харчок, который вам просто дает. Но это не ваше. Семен Харьков, добрый день, можно ли рассматривать эмиграцию в Европу, Германию, например? Уважаемый Семен, я уже выше ответил, какую безопасную страну в Европе? Мне трудно сказать, но вот два монополиста или два гегемона в Европе, это Италия и, значит, Германия будет. Андрей Ужгород, подскажите, пожалуйста, страну для миграции с Украины. Андрей, я все уже сказал, спасибо вам за вопрос. Алексей Одесса, какой смысл от единого мирового правительства, ведь когда нет конкуренции, нет развития, не кажется ли этого тупаковым направлением? Я согласен с вами. Они создают конкуренцию внутри цифровой, или, так скажем, цифровой экономики, цифрового мира. Там вот конкурируют как раз не мы с вами, а наши мозги, которые они туда пытаются перекочевать, человеческие какие-то ресурсы, инстинкты. Вы же видите, каких роботов создают они, которые могут плакать и так далее. Вот там они будут вести себе конкуренцию. Так что они играют до сих пор в компьютерные игры. Спасибо. У меня складывается такое впечатление, что страшно об этом подумать, что Украину разорвут. Ну, я не знаю, но ничего хорошего я не вижу. Марлин Турция посмотрел обращение эго на Чалакяна. Соответственно, в действительности настолько все это катастрофично. В плане изменений звезд, планет это катастрофично. И мы не знаем, мы не можем найти определение, когда, как говорит, за все это обрушится. Что касается господина Чалакяна, он достаточно умный, хороший лоббист. Лоббист, он об этом пишет. Функция лоббиста это получать деньги из-за продвижения каких-то проектов. Юля, Тель-Авив, какие изменения, по вашему мнению, будут происходить в серии здравоохранения в ближайшее, более далекое время, 35-й год? Благодарю за ответ. Ну, если у нас не будет образования, то есть образованных врачей, образование будет у избранных, оно станет для многих недоступным, мы должны понимать, какое у нас будет здравоохранение. Будет ли оно социальное, пока я не знаю. Но я считаю, даже распавших, то есть система здравоохранения распавшего бывшего СССР намного лучше, чем, значит, система здравоохранения на Западе. Но, если говорить о профессионализме, локальном профессионализме, да, за большие деньги собрали самых лучших специалистов, за большие деньги собрали самые лучшие и технологии, и системы проведения серьезных операций. Это, да, существует локально, но это доступно богатым людям. То есть страховка для простого человека, она является неподъемной. Поэтому, я думаю, что если на просторах бывшего СССР постараются сохранить бывшую советскую систему, ее модернизировать, довести до совершенства, например, такой симбиоз сделала Турция, которая все-таки параллельно ввела при условии частной, развития частной клиники, частных больниц, она параллельно ввела минимум социальных обязанностей государства в плане здравоохранения перед обществом. Тоже одна из моделей. Значит, Виталий, Украина, на ваше мнение, Федеральная резервная система может управлять, владеть большей частью биткоин. Я думаю, что Федеральная резервная система, у нее функция другая. Обычно этими владеют, вот этими структурами, которые вы написали, USDT, совсем другие организации, но они подчинены подотчетным мировому правительству. Рубен, Санкт-Петербург. Если цель властелина в мире единое мировое правительство цифровизация, полный контроль всех и вся, то какова их сверхзадача? Я же вам говорю, они хотят стать богами, поверьте. Если вы начнете слушать тех людей, которые состоят какие-то организации, даже среди нас, которые мы можем получить доступ, вы увидите, что у них какой-то сдвиг в психике, они считают себя богами. Ничего удивительного нет. Но у нас последний, 130-й, даже уже получился, Хихмет Агайо в Баку. Складывается впечатление, что сейчас мирный договор на Южном Кавказе не нужен никому, в особенности Армении и Азербайджан. Но Азербайджану больше нужен, Армении, я думаю, больше, чем Азербайджану нужен. Но, к сожалению, модератор этого конфликта есть такая теория, называется теория конфликтным управлением территориями. То есть, они сталкивают два народа, братоубийственные войны, как вот сейчас происходит в Украине. Таким образом, они моделируют свои интересы. Поэтому здесь вопрос не к Армении и к Азербайджану, а больше к модераторам. Какие я вижу процессы? В данном случае процесс он простой. Уходящая сила, это, предположим, Россия, Иран и Франция, которые поддерживают Армению, унесет за собой и Армению тоже, в том числе. Приходящая сила, это англосаксы и Бритиш Петролем и Азербайджан, то если он победит, то здесь установится мир на условиях Азербайджана. Вот простая аксиома. Дорогие слушатели и зрители, спасибо за время, которое вы потратили на интервью, на мое интервью, послушали. Я вам всем очень признателен, благодарен и надеюсь, что что-то у нас получилось. мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok